Всем привет! И сегодня на канале В Стране Чудес будет очередной обзор моих покупок в ювелирном магазине. Шо? Опять? Да, опять очередные покупки в ювелирном. Я сошла с ума. У меня началась ювелирная лихорадка. Не надо было меня пускать в ювелирные магазины за покупками. Девочки, я обещаю, что на этой неделе я успокоюсь. Но это еще не все. Это еще не все. Это еще не все. Так что на этой неделе, я надеюсь, еще будет один обзор из ювелирного магазина. Да. Начну сегодняшний свой обзор, скажем так, с простых вещей. Сегодня будет что-то вау, супер-пупер обалденное от компании Соколов. Но обо всем по порядку. В очередной раз я пошла в очередной магазин за брошками. Посетила последний магазин в городе. Приобрела там две вот такие вот красавицы. Так, об этой сейчас чуть-чуть попозже красотки. Вот такая малепуська классненькая. Вот с таким вот замочком. Магазин называется Золотой век. Вот такая вот она прям вот крошечка-крошечка. Такая вот лапопулька. Вот такая вот милаха с фионетиками. Классненькая, я считаю, брошечка. Классненькая именно из-за того... Ну, сейчас сразу, да, я вам обещала, что срезаю все пломбы на камеру. Все пломбы срезаю на камеры. Так, срезаем пломбу. Вот такая вот малепуська. Ну, она просто прелесть. Плюс ее можно... Здесь вот так она сделана, что даже вот так вот ее можно продеть цепочку и носить как кулончик. Классненькая, я считаю. Такая няшная малепусечка. Для моей коллекции очень, даже очень. Для моей ювелирной коллекции считаю классная. Вообще обалденно. Мне очень понравился вот ее маленький размерчик. И вот она такая прям вся... Лапопулька. Лапопулька. В этом же магазине с лапопулькой я, значит, уже практически собиралась уходить. И дело в том, что мне показали брошки в серебре и в золоте. Но очень интересный магазин. Там, знаете, все как-то так по коллекциям. Там соколов отдельно, там янтарь отдельно. Все это как-то вот так вот... В принципе, во многих магазинах там топазы. Это все в одну кучку собрано, да? Ну, вот я поворачиваю голову и вижу так, тоже снимаю бирку. И вижу вот это чудо с янтарем. Я говорю, а что же вы мне вот это-то не показали? Как пройдет эта ниточка. Говорит, ну, а, забыли, забыли. Тут янтарь отдельно лежит. Брошь производства Калининград. Брошь с янтарем. Вот такая вот прелесть. Я считаю, что подобная брошь... Вообще подобных брошей вот с янтарем, розочка, их большая и величайшая разновидность. Если вы пороетесь в интернет-магазинах, вы очень много такого подобного найдете. Замочек здесь, барашек, очень хитрый. Вот такой вот барашек. Но здесь очень интересно сделано. Посмотрите, как здесь закручено. Прикольно. На самом замочке какое-то клеймо есть. Еще не разглядела. А остальные, основные пломбы все находятся вот здесь. Все прекрасно и все замечательно. Брошь весом-весом. Весом 4 с небольшим грамма. Вообще на одежде она сидит идеально. Именно поэтому взяла. Она мне в принципе понравилась. Но я, конечно, проверяла, как она будет сидеть на одежде. Сидит идеально. Смотрится шикарно. Вообще такой у нее очень винтажный вид. Брошь весом-весом. Брошь весом-весом. Очень понравилась. Не маленькая. 6 сантиметров в длину. Такая милаха. Я считаю, что для моей коллекции это просто чудо. Классная. Девчонки, ищите в ювелирных магазинах вашего города где-нибудь что-нибудь подобное. Брошь весом-весом. Брошь весом-весом. Мне очень понравилась. Очень. Очень-очень. В этом же магазине я купила еще кое-что. Но это на самое сладкое. Следующим моим магазином была очередная доставка из магазина Уайсбери. Очередная доставка приехала в таком мешочке. Это вот такая брошь-бабочка в серебре с эмалью. Было заказано два экземпляра у меня на выбор. Но, как ни странно, вот этот вариант оказался лучше. Второй вариант. К сожалению, эмаль витражная. Она просвечивает и на сайте выглядит гораздо лучше, чем вот в реальности. В реальности вот эта брошь мне понравилась гораздо больше. То есть вот эта брошь, она просто прекрасна. Опять же, она очень плотно прилегает к одежде. У нее замочек, как у Соколова. Вот эта вот улиточка, как я ее уже прозвала. И, как вы понимаете, витражная. То есть она прозрачная. Эмаль вся витражная. Только эта эмаль более матовая, поэтому бабочка смотрится лучше. И сделана такой филигранью. Очень красивая, я считаю. У меня сегодня вообще какой-то обзор получается вот в таких вот тонах. Розово-голубых-фиолетовых. Сразу же к этому чуду достану еще одно чудо. За этим чудом гонялось по всем магазинам чудо от Соколов. Увидела, захотела очень. Очень захотела. Но что-то так... Там нету, там нету, там не привозят. Там нету, там уже было все разобрали. Ой, да господи, боже мой. Вот такое вот, девчонки, чудо. Вот такая брошь лягуха. Лягуха очень крупная. Для броши ювелирной. Вес у лягухи, вес 6,5 грамм. Сейчас пломбочку сниму. Так. Так. Интересное кино. А как это оно у меня так вдруг оказалось? Смотрите, какая пломбочка одета. Нормально. Мне это нравится. Вот так вот. Это вот уже претензия к Соколову. Это как это так? Это что это такое? Я только сейчас это заметила. Ну, с лягухой все в порядке. Все пломбы, все... Все... Все пробы на месте. Все здесь прекрасно и все замечательно. Вот такая вот тоже улиточка за колочкой. Такая вот изнаночка. Вся она отполированная. Родированное покрытие. Вот такая вот лопота. Ну, тоже я говорю, с этой бабочкой вот они прям в один тон. Прям вот один в один идут. Ну, наверное, эмаль берут в одном месте ювелиры. Поэтому цветовая гамма практически не отличается. Классная лягуха. Просто обалденная. Очень классная. Мне нравится. В общем, этих лягух нигде нет. Я за ними бегала-бегала. Бегала-бегала. И вот только нашла на сайте Вайтсберрис. И то я забрала последнюю. Забрала последнюю. Причем очень интересно ее купила. Я ее когда заказала, она была за одну цену. Пока она ко мне ехала, цена изменилась. То есть стало дешевле что-то там на 200-300 рублей. Сейчас точно не помню. Я отменила свой заказ и заново ее заказала. То есть, грубо говоря, там на 200 или на 300 рублей дешевле она мне обошлась, чем в первоначальном заказе. Вот такая лапа. Для моей коллекции просто обалденная. Это вот та самая, которая нас все время душит, девочки. Вот она, эта жаба, которая нас все время душит. Душит, душит и душит. Поэтому теперь я решила, что она будет у меня в коллекции. Чтобы душила поменьше. Вот такая прелесть. Так, этот мешочек я уберу. Ну и на сладкое сегодня, девчонки, на сладкое будет что-то вау от Соколова. Как я вам сказала, в общем, я купила одну брошечку, купила вторую брошечку. И я уже практически вышла из магазина и... И мой глаз упал на кулон. И вы знаете, да, вот как мы обычно говорим, я урвала что-то, где-то что-то хапнуло. В данном случае я могу сказать, что этот кулон меня поймал. Поймал за самое живое. За самое-самое сокровенное, что было у меня где-то в глубине души. Вот такой вот фирменной коробки от Соколов. Вот такое вот, девчонки, чудо. Вот такая вот невероятная красотища. Это серебряный кулон в позолоте. Я могу вам сказать, что подобных кулонов у Соколова несколько видов. Есть круглые, зеленые и синие. Камень здесь ситал. Это кристаллы, нано-кристаллы. Здесь, грубо говоря, как это сказать правильно, синтетический... Так, синтетический, вы меня поняли. В общем, нано-марганит. Здесь камушек. Сейчас я с черной подложечки сниму и покажу вам на белый. Кулон огромный. Кулон огромный. Просто невероятно огромный. Вот такая вот прелесть, девчонки. Смотрится он безупречно. Просто. И, как я вам уже сказала, вот видела, такие круглые кулоны и серьги есть, и даже кольца есть. В серебре. Вот в серебре не то. Меня поймал этот кулон именно на цвет камня. Вот именно цвет марганита и никакой другой. Вот он не то, что он розовый. Он не то, что какой-то там оранжевый. Он прямо такой персиковый, нежный цвет. И вот в сочетании именно с золотым металлом это что-то, я посмотрела. Ладно, я потом куплю. Потом думаю, блин, кто-нибудь другой купит. Я не переживу. Я ночь спать не буду. И я решила его сразу взять. Но он меня схватил за самое живое. Причем этот кулон очень интересно сделан. Его, если даже носить вот так, он тоже смотрится очень даже неплохо. Вот эта вот вся филигрань, это, конечно, что-то невероятное. Что-то невероятное. Девчонки, у кого есть возможность, рекомендую посмотреть и поискать именно вот этот вот марганитовый наноситал, чтобы вот оценить разницу между в серебре, в оправе и вот именно с позолотой. Обалденный кулон. Огромный. Просто огроменный. Классный. Теперь осталось купить цепочку. Чуть-чуть я, конечно, успокоилась. Я уже накупилась. Я уже накупила, девчонки, столбика себе всякого злато-серебра за последние две недели, что пришлось даже заказывать себе кейс-шкатулку, потому что все мое злато-серебро уже в мои шкатулочки маленькие не помещается. Все битком просто вот валом навалено. Поэтому я решила, что надо купить новую шкатулочку. Я, конечно же, вам обязательно покажу в обзоре, когда она придет. Я, по-моему, ну, много, опять же, на Алиэкспрессе очень много, да, вот таких шкатулочек, кейсиков. Цены разные. Я искала, чтобы именно было в кожзаменители. Они ткани... Есть тканевые, но они дешевле. Но дешевле и непрактичнее смотрятся дешевле, потому что ткань... Ну, все равно, да, понимаете, что такой кейсик где-то будет лежать. На него будет скапливаться пыль. Ее потом просто так не сотрешь. Опять же, руками где-то чего-то, даже если вы это будете кристально чистыми руками брать, все равно наши руки выделяют какие-то сальные, да, вещи, и потом это будут пятна. Зачем это нужно? Поэтому я заказала себе в кожзаменителя такую крокозиловую кожу, такого винного красного цвета взяла. Жду уже, поехал мой кейс. Прямо вот жду, жду, жду. Приедет обязательно, сниму на него обзор. Собственно, а на сегодня вот это вот, девчонки, все. Ну, если кому-то что-то понравилось, ищите в ювелирных магазинах вашего города. Ну, опять же, Соколова, я думаю, найти не так сложно. Ищите и обретете то, что хотели. Вот как я бегала за этой лягушкой, нигде ее нету. Я даже эту лягушку больше хотела, чем вот снегиря. Я вот ее, видите, я ее нашла. Я ее нашла. Главное знать, где искать. Главное знать, где искать. В общем, все, абсолютно все ювелирные магазины в городе мной обойдены. Обойдены. Все посмотрено, где чего есть. В одном магазине мне удалось договориться, что, возможно, мне привезут еще одну очень интересную брошь в золоте 585-й пробы. Но это пока что еще рано говорить, пока не перепрыгнешь, да? Не говори, гур, пока не перепрыгнешь. То есть сейчас там свяжутся, узнают. Если что, там все будет прекрасно, все будет хорошо. То, возможно, в скором будущем я вам покажу такой шедевр, что просто вау. Ой, кто девчонки знает, тот знает, с кем я общалась уже на эту тему, те знают, что это за шедевр. Ну, пока рано говорить. Пока что я немножечко развлекаюсь по серебру. Вот, просто, понимаете, боюсь, что если я доберусь до золотой лихорадки, то моему семейному бюджету настанет хана. То есть если вы понимаете, что я уже серебра за последние две недели купила на достаточно приличную сумму, и это еще не все, это еще продолжение следует. На этой неделе будет еще чуть-чуть обзор. Ну, если меня опять не понесет какие-нибудь дали, если опять день-нибудь что-нибудь не увижу такое, что спать не смогу. Просто, понимаете, дело в том, что золотая лихорадка, ну, вообще ювелирная лихорадка, она ведь накрывает, вот вы только переступаете порог ювелирного магазина, и она накрывает, понимаете, и сразу вот эти симптомы, вот, то есть, понимаете, потеря пространства и времени, потому что находиться в ювелирном магазине можно просто немыслимое количество времени, и вот ощущение времени пропадает, понимаете, вот пока вы там ходите, вот это вот все рассматриваете, все, вот время останавливается просто, понимаете, повышается давление, учащается сердцебиение, пропадает до речи. Потом при выходе из магазина у вас начинается бессонница, потеря аппетита. Вы не можете не есть, не спать, если вы что-нибудь увидели такое вау. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому прежде чем идти в ювелирный магазин, девчонки, берите какую-то определенную часть денег, не все, иначе они там все останутся. И уже определитесь тем, что вы хотите. Вы хотите только брошку, только сережки, только колечко, или только-только. Ну, там, конечно, удержаться очень трудно, очень трудно удержаться в ювелирном магазине от того, чтобы чего-то не купить, имея с собой деньги. Я говорю, я уже последние покупки, я уже сама себе, как бы сама над собой стою и говорю себе, нет, 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 а потом вижу вот такое, говорю, да, 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 я хочу это. Ну, вот так вот, девочки, вот так вот все. Вот так вот. Собственно, на этом сегодня все. Всем всего хорошего, мира и добра, и пока-пока.